Предприятие «Транс-Агроэкспорт» разместилось на территории Обуховского животноводческого комплекса. Поголовье крупного рогатого скота составляет здесь 500 коров. Сегодня члены комиссии проверяли частоту территории предприятия и зафиксировали некоторые нарушения. Эта территория очень сильно загрязнена строительными отходами, остатками кормов и навозом. В неудовлетворительном состоянии прибывают и навозохранилища предприятия. Должна быть обязательно очень крепкая обваловка на случай, чтобы при таянии снегов навозосодержащие стоки не попали на рельеф местности, а сохранились в данном месте складирования. Комиссия убедилась, что содержимое навозохранилищ попадает на прилегающие территории. По этой причине здесь даже образовалось небольшое болотце. Оно пополняется потоками навоза и других отходов из местных молочных ферм, что вынужден был признать главный зоотехник трансагроэкспорта Петр Боковчук. Ежегодно эти коровы дают по 5000 литров молока с головы. Но вместе с тем объем годового навоза составляет около 2500 тонн. Часть его по сточным каналам может попасть в бассейн Истринского водохранилища, питьевой источник Москвы и области. Теперь экологам предстоит взять пробу воды из местной реки Истры на определение в ней наличия вредных веществ. А трансагроэкспорту выдано предписание на устранение выявленных нарушений. Они, по словам проверявших, фиксируются здесь уже не впервые. Работники предприятия считают, что на то есть объективные причины. Зима очень морозная. С удалением навоза были проблемы, с вывозкой, естественно, были проблемы. И вот сейчас таяние такое недружное. Все это вытаивает, а убрать в свое время никак нельзя, потому что никуда практически не подступишься. Руководство трансагроэкспорта обязуется в ближайшее время привести свою территорию в порядок. А комиссия проверит, насколько это удалось.